Привет, мои биатлонные друзья! Ну что ж, сегодня я решил сделать тему и текстовую, и видео по травмам биатлонистов, которых в нынешнее межсезонье достаточно много, и как бы подвести определенные итоги. Хотя, конечно, этих тем мы касались и по ходу предыдущих выпусков. Итак, во-первых, стоит отметить, что в биатлон далеко не самый травматичный вид спорта, и среди зимних. Большинство травм случаются как раз в подготовительный летний период. Из хронических проблем, ну, конечно, спина, колени, то, что происходит, и какие-то вот именно травмы на лыжероллерах. Но сейчас, как бы в канун Олимпийских игр, мы видим сразу несколько спортсменов достаточно серьезно травмировались, кто-то в меньшей степени, и в основном много, конечно, падений, завалов на лыжероллерных гонках. Это обратная сторона медали того, что летний биатлон развивается. Больше стартов, и не только официальных, и коммерческих. И, конечно, такие вещи происходят. И хотелось бы обратить внимание накануне чемпионата России, где, надеюсь, все пройдет без сбоев. Но вот такая проблема действительно стала наиболее остро. Один из таких случаев – это травма самого опытного биатлониста в составе сборной Норвегии, Тария Бео, который приехал в Висбаден вместе со своим братом Юханнесом в статусе одной из главных звезд этих соревнований, и во время гонки получил травму. Падение случилось из-за того, что отстегнуло скрепление лыжероллера. Он ударился головой, но поначалу не почувствовал чего-то серьезного, а затем, приехав на сбор, почувствовал себя неважно. Ему было диагностировано сотрясение мозга, и он был вынужден покинуть сбор национальной команды. В результате более двух недель без тренировок провел Бео, и сейчас только-только потихоньку начинает возвращаться, восстанавливаться, приходить в себя, как он сам сказал, вернулся с новым шлемом и восемью оставшимися жизнями. Без недели, две недели без всяких тренировок, но теперь я снова чувствую себя нормально. Спасибо за всю поддержку. Чуть ранее неприятная ситуация случилась и с другим топовым биатлонистом, Эмильеном Жакленом, одним из лидеров сборной Франции, который побеждал два последних года в гонках преследования на чемпионате мира. И вот накануне фестиваля Блинк на сборе в Норвегии, он после падения сломал руку, в результате получил перелом лучевой кости со смещением, и 2 августа в Норвегии ему провели операцию. Вот что говорит сам Жаклен. Прошлая неделя была практически нормальной, 21 час тренировок, немного бега и домашних тренажеров. Я также смог снова бегать на лыжероллерах, это помогло психологически. К сожалению, придется ждать долгое время, прежде чем вернуться к стрельбе, потому что у меня все еще нулевая подвижность запястья. Мне придется набраться терпения. И вот здесь надо заметить, что и у Бео, и у Жаклена проблемы возникли в самый такой сложный период, когда закладывается база летней подготовки. Большинство спортсменов проходят горные сборы, они недополучают этих необходимых нагрузок. И, конечно, длительный простой в стрельбе, и непонятно, когда он закончится, для Эмильена это серьезная проблема. Ну, из того, что по мелочи у немецких биатлонисток была асфальтовая болезнь, это вообще в летнем биатлоне становится уже нормой, как и в велосипедном спорте. Также Ингрид Тандроволь, которая в свое время прославилась тем, что упала лицом в навоз и отравилась, сейчас у нее другие приключения. Она наступила на раковину устрицы, порезала ногу и наложили ей 4 шва. Что касается наших, то они также не стали исключением, но наибольший травматизм мы наблюдаем именно в группе Михаила Шашилова. Так, Светлана Миронова в конце июня получила травму плеча, но успела восстановиться к летнему чемпионату мира, хотя и выступила там неудачно. У Анастасии Гореевой была травма пальца во время игры в баскетбол, затем ссадина на локте после падения перед чемпионатом мира, также и Маргарита Васильева накануне чемпионата мира получила асфальтовую болезнь и прилично так приложилась. Ну а самой пострадавшей оказалась Ульяна Нигматулина, известная под фамилией Кайшева, которая с июльского сбора в Раубичах вернулась с травмой спины и с тех пор восстанавливается под руководством своего тренера и мужа в команде Удмуртии. И она уже пропустила сбор в Тюмени, скорее всего не поедет в Сочи для подготовки к летнему чемпионату России. Более того, собственно, ее выступление в Тюмени также под вопросом. Не исключено, что к сезону она будет готовиться уже дальше индивидуально под руководством Нигматулина, но как бы решение будет принято уже по ходу дела, исходя из рекомендаций врачей. Вот что рассказал о состоянии спортсменки президент Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов. Ульяна испытала болевой синдром, поэтому она в августе не участвовала в централизованной подготовке. В ближайшие дни, точнее в ближайшую неделю, она снова поедет на обследование ФМБА, где сделают заключение, после которого станет окончательно понятны сроки ее восстановления. На сегодняшний день все движется в положительную сторону, ухудшений нет. Ну, собственно, сам Черезов прекрасно знает, чем чреваты забеги на лыжероллерах. Он так подпортил себе концовку в карьеру. В сентябре 2011 года на чемпионате страны в Уфе сломал берцовую кость, после чего долго восстанавливался и так и не смог выйти на прежний уровень и поучаствовать в Олимпийских играх в Сочи. Вот, а травма спины стала большой проблемой для Максима Чудова, который тоже в достаточно молодом возрасте был вынужден завершить карьеру. Но, с другой стороны, равнозначной альтернативы лыжероллерной подготовки нет, поэтому сейчас сложно найти что-то. Не все могут поехать в южное полушарие, тренироваться на естественном снегу. Ну и к тому же велосипедисты бы посмеялись над такими угрозами, потому что рискуют они гораздо больше велогонщиков. И при подготовке к главным стартам четырехлетия, конечно, нужно уделять внимание безопасности, то, о чем говорил Карим Халили. Даже успешно участвуя в двух коммерческих стартах, он старался избегать излишнего риска. Ну и завершить сегодняшний выпуск хотелось бы новостью из станы команды Евгения Куваева, о том, что Евгения Павлова все-таки готовится достаточно индивидуально, и на сбор в Сочи она не поехала, а поехала на Семинский перевал, где будет выполнять абсолютно ту же работу, но чуть в других условиях, которые ей больше подходят. Как объяснил сам Куваев Евгении, проблемы вот именно с сочинской высотой, с климатом, она заболевает там. Ну и это пример такого достаточно гибкого подхода к индивидуальным особенностям спортсменки. Поэтому, в общем-то, будем смотреть дальше, как она будет готовиться, подведет себя к чемпионату России. И, конечно, будем подробно освещать эти соревнования в Тюмени. Там ожидается у нас индивидуальная гонка, спринт, эстафеты, как обычно на лыжероллерах. Ну и для региональных спортсменов это возможность сравнить свои выступления, свой уровень с ведущими биатлонистами страны. Хочется верить, что все будут живы-здоровы и обязательно поучаствуют в этих стартах. Ну а на этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал и, конечно же, не заходите на штрафные круги.